И есть еще одна очень, я бы сказал, болезненная тема. Это тема певицы Манижи. Да, это певица, которая была выбрана загадочными людьми на конкурс Евровидения. Это какое-то зрительское голосование. Да, возможно. Что она представляет собой как певица, вопрос не ко мне. Я в пении вообще, по счастью, ничего не понимаю. По мне лучше бы вообще не пели, потому что любая тишина предпочтительнее. Но история с Манижи оказалась поразительным тестом на расизм. И этот тест Россия провалила. Потому что певица Манижи, она слегка-слегка надавила на старый черей местного расизма. И во все стороны зафонтанировал гной. Причем никто не думал, что запасы этого гноя так велики и так активны. Вот примитивного, злобного расизма оказалось так много. И он, главное, в полной сохранности. Вот это вот плебейство. Вы просто не встречались с ним. Нет. Он существует под спулно все время. Он существует, но он очень давно не выплескивался так организованно. Он давно не давал такого концентрата и такой мощи и высоты струй. Вот этого не было. А сейчас... Александр Глебович, ведь подумайте, в этой истории с певицей таджикского происхождения, с песней про русскую женщину, с... Ну, тут все сразу, она еще и феминистка, она еще и активистка. Это же кто-то придумал совершенно идеального кандидата для такой штуки, как Евровидение, который вообще не про музыку. Знаешь... Почему это не сработало? Это же такая прекрасная идея. Это сработает, вероятно. Но вот меня, честно говоря, немножко ошарашило. Я увидел вот эту вот плебейскую иррациональную злобу к инородцам, когда упоминание той или иной национальности считается разоблачением, обвинением или подколкой. Ну, конечно, Ельцин-то на самом деле еврей. Ну, да, да, да. Вот эта вот плебейская злоба, она унаследована от подвыпивших половых приказчиков, от крестьян-колхозников, погромщиков. И она, оказывается, всегда ждала своего часа, как советские гранатометы в масле, в ангарах. Она лежит в идеальном порядке и только ждет, пока ее начнут снова применять. При том, что советская эпоха вроде была, да, которая со своими фальшивыми свинарками и пастухами должна была ее усмирить, эту злобу. Она не сработала. И все оказалось, вот эта вот плебейчатость, причем она очень интересная плебейчатость, она направлена только на те народности, которые считаются субординационно ниже. Невозможно бросить в лицо «О, да ты англичанин». Невозможно, да, потому что чувствуют субординационно, цивилизационно на этой лестнице цивилизаторства какую-то высоту. И это скорее комплимент. Нет, избран круг народов, которым можно прищучить, и название которых, в общем, приравнивается практически к брани. Я думаю, что вот те, кто так умно выбирал манижу, они просто не представляли себе вот этих залежей. Они тоже живут в другом мире. В общем, девчонку затравили. Девчонку затравили жутко, потому что... А она не сдалась. Ну, как сказать, она не сдалась? Я немножко больше знаю. К сожалению, это балда, она постоянно все читает, что пишет. Она подсела на этот злобный плебейский бред. Она читает, рыдает. Никто не знает, какого труда стоило осушить слезы ее. И я вообще, честно говоря, не понимаю, как она в течение ближайших пяти лет сможет показаться на публике. И я вот абсолютно спокойно призываю. Я понимаю, что этой зоологической злобе надо периодически изливаться. Той злобе, которую носят в себе вот эти потомки приказчиков половых. Вот, пожалуйста, давайте изливайте на меня. Ну, я гораздо хуже, они же. И прекрасно понимаю, что облегчиться надо. Вам тоже пишут по этому поводу. Я предлагаю себя. Пожалуйста, я никогда не подам в суд, не выскажу ни единой претензии. Только вот отстаньте. Вы даже не заплачете. Конечно, отстаньте от девочки, от ее внешности, ее национальности. Потому что, ну, нельзя сказать, что это... Вы очень сентиментальный пират, Александр Глебович, хочу я вам сказать. Да нет, ну... Нежный, добрый и сентиментальный пират. Нет, нет, это неправда.